Всем привет! Сегодня с вами я, Владимир Пересада, или же ProTrade. И сегодня мы с вами проведем обзор индекса, в частности посмотрим на индекс доллара и на индексы американской фондовой биржи. Я дам свои рекомендации касательно покупок-продаж. И в целом вы сможете понять техническую картину, потому что я вместе с вами буду проводить построение технической части. Вы сможете понять ход моих рассуждений и понять методы, которыми я пользуюсь для того, чтобы оценивать рынок. Давайте начнем с индекса доллара, потому что вы в основном торгуете валютой, и вам просто необходимо понимать ключевые зоны, которые мы рассматриваем. Не так давно с Артемом Деевым и Артемом Звездинным мы проводили прямой эфир, точнее мы проводили его для записи. И вы сможете посмотреть наш ход мыслей по доллару. Здесь что мы видим? Две основные позиционные области. Это недельный график, обратите внимание. Что значит позиционные области? Это те области, в которых зарождалось движение цен. Либо где происходил разворот. В каких областях зарождалось последнее падение? Это несколько зон. Зона накопления в формации движения, консолидация движения. Зона разворота цены из восходящего тренда. И выход с повышенным объемом на стоп-приказах по основным парам. Это синтетика, но она отображает поведение доллара на основной корзине валюты. Мы понимаем, почему может быть повышенный импульс. Он может быть либо на стоп-приказах, либо, соответственно, на закрытии сделок. Смотрите, и следующая зона. Зона V-образного разворота после накопления. То есть позиционных областей у нас две. Первая находится непосредственно здесь. И вторая находится гораздо ниже. Эти ценовые значения нам нужны в первую очередь для того, чтобы понимать, где на основной корзине валют у нас точки разворота. И сейчас идет стагнация. Стагнация не дает особого понимания. Потому что стагнация – это вариант выхода в любую из сторон. Да, кто-то может сказать, что после движения импульсного консолидация – это вариант продолжения этого же импульса. Но что можно сказать о этой ситуации? Она была аналогичной. Импульс – консолидация. Но из консолидации цена развернулась совершенно в другую сторону. Поэтому любая консолидация – это, да, повышенный шанс выхода в сторону импульса, но также очень высокая вероятность разворота в обратную сторону. Зависит от того, как поведет себя публика. Поэтому нам важны две зоны. 90,5-89 – это зона покупок по доллару. То есть это шарты доллар-иена, шарты, прошу прощения, ланги-доллар-иена, ланги-доллар-франк, ланги-доллар-рубль, доллар-канадец и шарты евро-доллар-фунт-доллар, австралиец, новозеландец. То есть там, где котировка прямая. Смотрите, здесь все понятно технически. С точки зрения индекса в локальных ценах, нужно смотреть уже на сами основные пары, но достаточно перейти на более младший таймфрейм, чтобы глянуть основополагающие ценовые значения. Это значения 93,3 – зона выхода, возможные длинные. Зона выхода 94 или 93,9 – то же самое. Здесь есть пространство, на которое можно претендовать, если цена пойдет в закрепление. То есть где пустота над графиком, либо под графиком, там интересно работать. Если говорить о продолжении падения, о коротких, то здесь нет четких ценовых значений, которые могли бы отрабатываться в пробой. С индексом долларов, доллара, я думаю, закончили. Давайте посмотрим на европейские рынки, возьмем фьючерс на DAX и посмотрим, что происходит сейчас с Европой. И те, кто торгует Европу, знают, что сейчас у нас идет длительная стагнация. Это можно назвать восходящим трендом. Безусловно. Но если посмотреть на саму структуру, то она низковолатильная. И по факту такие движения не особо ценятся трейдерами, и в них тяжело работать. И здесь есть две зоны, из которых цена может выйти. Зона 13200, над которой уже был ложный пробой. И зона минимума в районе 12250. Сюда смотреть в пробойные зоны. Внутри цикла мы также видим вариант излома этого восходящего тренда. Посмотрите внимательно на восходящий тренд. И мы видим зону вероятного излома. То есть падение рынков может начаться в случае пробоя 12700 и закрепления ниже. Здесь была область спроса, которую неоднократно тестировали. Видите? Неоднократно. Повторный ретест и пробой может сформировать уже разворот движения с падением вплоть до 11000 по индексу. Поэтому смотрите внимательно. По росту смотреть на 13200. Как будет отрабатывать максимум, если закрепление уже будет качественным, не ложным. Можно тоже попробовать с целью на обновление максимума. Потому что выход из такого накопления может быть импульсным. И максимумы, как зоны фиксации, либо зоны коротких, подвинут цену выше. Дальше. Посмотрим с вами на промышленный индекс Dow Jones. Здесь что? У нас практически максимумы и при этом откат. Откат на всех трех индексах основных. Потому что рынок откатил в целом. Даже есть интересные бумаги. Я вам просто назову список бумаг. Вы потом сможете посмотреть, что я для себя отобрал. Ну а сейчас. Смотрите. Где основное было движение? Где оно зарождалось? Зарождалось в области 25-26 тысяч. Это основное зарождение движения с последующей реализацией. Нам даже не нужны объемы, чтобы это понять. Здесь достаточно одного графика. Зарождение движения. Последующая реализация этого движения. Возврат к объему. А цена ходит от объема к объему. Наиболее вероятен. Поэтому если вы хотите поторговать длинные компании, которые входят в индекс. Либо сам индекс. То смотрите в зону 26 тысяч. 26-25 тысяч. Раньше не стоит. Короткий. Тем более не стоит. Для коротких потенциал пока не открыт. S&P. Интереснее. Потому что S&P пытался упасть к области покупок. Я в свою очередь уже ждал покупки. Отобрал для себя список бумаг. Это 3.250 уровень. Тире 3.200. Это первый небольшой уровень, который можно пробовать отработать. Он был с объемом, он был с пробоем и формирование перед максимумом. То есть неплохой. В плане того, чтобы отрабатывать. Его стоит смотреть короткосрочно. По коротким ничего не делать. Интереснее работать длинные на ближайшем движении. Движение очень сильное. И его реализация пока еще не наступила. Поэтому смотрим. Вариант продолжения этого движения очень высокий. Поэтому 3.250, 3.200 это первая зона. Если из этой зоны выбивают вас. А без топов нельзя сейчас Америку торговать. Ни в коем случае. То есть для инвестиционных стратегий этот уровень подходит мало. Инвестиционные стратегии это скорее всего 2.800. 2.700. То есть если уже будет падение ниже. То где-то здесь нужно строить инвестиционные стратегии. Либо на крайний случай то, что я для себя сейчас выбрал. Это 3.100. 2.950. Вот эта зона. Но это спекулятивно поторговать тоже стоит. По коротким ничего для себя не вижу. Что касается компаний, которые мне сейчас интересны. Это тикеры. Давайте я вам сейчас тикеры сразу сюда напишу. Потому что называть не понимают. Тикер. D-O-C-U. Дальше. Тикер. N-V-A-X. Дальше. Тикер. PY-PL. Дальше. И последний, который мне интересен. Это по длинным. Давайте еще, наверное, парочку дам. TNB. Agilent. DHY. DHI. Прошу прощения. Это не B. D. D-H-I. И, наверное, наверное, MA. Эти компании покупать только на падении индекса. Просто не надо. Не надо. Не вздумайте. Не вздумайте. По коротким. Интересна компания. Gap. Даже с текущих. Это если интересно поторговать короткие. Но там стоп должен быть. Там технически вы поймете. Я не даю цифры, потому что это уже из закрытых групп информация. Но тикеры дам. С тикерами вы разберетесь, кто технику. Элли. Вот эти компании очень интересны. Теперь по NASDAQ. NASDAQ интересно смотреть в покупках непосредственно. Начиная уже с 10900. 10900. Это первично 10400. И самая интересная зона, которая была на максимумах, это начинать смотреть 109500. Даже можно взять ниже, поставить прям в максимум зеркально. И взять 9700, 9400. То же самое. Она длинная и пока интересная. Откаты используйте. Пока рынок дает откаты, вы должны ждать их и торговать. Пришел откат, вы торгуете. Не думайте, что будет более глубокий. Не паникуйте. Торгуйте вероятности, которые дает рынок. И всегда смотрите бумаги вместе с индексом. Не смотрите их отдельно. Это не интересный стиль торговли. Он не приносит хороших дивидендов. Вам нужно брать непосредственно те бумаги, которые вместе с индексом опускаются на падение. Растут вместе с индексом, закоррелированы. Тогда вы сможете поводы использовать очень грамотно и, соответственно, зарабатывать. Ребят, пишите в комментариях, если вам интересны мои обзоры по индексам, по фондовым рынкам, если это так, то я буду их проводить на постоянной основе. Если будет активность под этим видео, я должен понимать, кому-то это интересно. Либо здесь нет тех, кто торгует акции и индексы. Всем спасибо за внимание. Всем хорошей торговой недели. Рад был вас видеть. Всем пока.